В России умер 71-летний украинец Виктор Демченко. Информация о прекращении судебного дела в связи со смертью обвиняемого появилась в картотеке на сайте суда. Содержание в условиях СИЗО, либо в колониях, достаточно жесткие. Иногда им запрещают переписку, иногда им запрещают передавать передачки. Это не в 100% случаев, но такие вещи тоже есть. Ну и то, что там в местах лишения свободы издеваются над украинскими гражданами. Это практически каждый, кто пришел по обмену, кого допросили уже наши спецслужбы, знают, что такие факты практически в 100% имеют место быть. Мужчину задержали в СИЗО Ростовской области по обвинению в шпионаже и участии в террористическом сообществе, а также в незаконном хранении оружия или боеприпасов. Дело Демченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в конце августа, и с тех пор по нем состоялось 7 заседаний. Все сроки практически начинаются от 10 лет. Это 12, 14, 16 пожизненно. Все, что угодно дают украинским гражданам. Но это достаточно большие сроки. Более того, я видела в своей жизни документы 30-х годов, 40-х годов, когда НКВД в Советском Союзе осуждали политических деятелей или просто вот так же по доносам отправляли к месту лишения свободы. И практически в этих местах создавали такие условия, чтобы человек оттуда не мог уйти. Информации об усопшем, причиной смерти которого, как позже выяснилось, стали последствия. Инсульта не очень много. Родился Виктор Демченко в 1952 году в оккупированном с 2014 года в городе Моспино-Поддонецком, где и проживал. О родственниках украинца тоже ничего не известно. А эти молодые люди – пленные российских террористов на оккупированной Херсонщине. По сообщениям СМИ, оккупационная полиция и неизвестные в Гражданском задержали без объяснения причин жителей поселка городского типа Горностаевка Херсонской области в конце ноября 2023 года. Даже к нашим военнопленным Женевская конвенция, к сожалению, в России не применяется. Поэтому говорить о том, что могут приравнивать к военным граждан Украины, вообще не приходится. Потому что я не знаю тех законов, которые действуют на территории России. Ни международного права там нет. Они не соблюдают даже свое российское законодательство. Они не соблюдают Конституцию. Они не соблюдают свои законы. Поэтому там не приходится говорить о том, чтобы к нашим гражданам хоть какое-то законодательство было применено. Среди задержанных были Денис Шум, братья-близнецы Иван и Антон Штепы. Российский телеграм-канал Астра сообщает, что родственники и адвокаты молодых людей не получили никакой официальной информации о причинах ареста и месте их нахождения. Хотя сделали официальные запросы в МВД и Следственный комитет. Россия скрывает тех, кого она вывозит в Российскую Федерацию. И от тех, кто уже вывезен, очень часто и журналисты, и общественные деятели, и родственники, и представители власти узнают от людей, которые либо вышли сюда на родственниках, либо вышли на общественных деятелей, либо узнают от тех, кто уже по обмену приехал. И очень долго этих людей, например, считали, что они находятся в колониях на оккупированной территории. Или там все зоны оккупированной территории. А выясняется, что они уже несколько лет могли быть в России. Помимо Дениса Шума, Ивана и Антона Штеп в ноябре 2023 года в Горностаевке задержали как минимум троих мирных граждан. Двоих через некоторое время отпустили. А третий, экс-военнослужащий украинской армии Руслан Русак, погиб после 16-часового допроса российскими силовиками. 27-летнего парня обвинили в передаче в ВСУ геолокации здания полиции для атак дронов. Хотя адрес здания до сих пор находится в открытом доступе в интернете. И узнать его всем желающим не стоит многих усилий. Если такие сведения даже были не подтвержденные, а просто имели сведения, что человек может работать в защиту государства Украины, на поддержку государства Украины, то с этими людьми обходились очень жестко. Все эти люди подвергались пыткам. Без исключения, абсолютно все. И потом они по псевдо-судам ДНР получали очень большие сроки. Все сроки, насколько я знаю, больше 12 лет. И дальше их отправляли в места лишения свободы. Россия открыто издевается над гражданами Украины на временно оккупированных территориях. И сомнений в этом уже ни у кого нет. Поэтому мы в который раз призываем все международные инстанции обратить внимание на зверствование террористов в 21 веке и принять соответствующие меры.